Итак, мы сегодня будем разбирать с вами вопросы, когда уже семья создалась, требуется зачинать детей, всем это известно. Вопрос на самом деле очень серьезный, потому что этот вопрос относится к самой глубокой карме, самой сильной, которая действует сильнее всего на человека. Допустим, такой факт, я знаю несколько случаев, когда ребенок рождается, кто-то из родителей погибает в этот же день. Чем это связано, как вы думаете? Почему такая закономерность? Может это случайно сказать? Или ребенок, как некоторые говорят, ребенок стал убийцей отца. Некоторые так астрологи смотрят. Ребенок убийца отца. Это правильно так говорить? Ребенок отца убивал? Нет. Дело в том, что существует тяжелая карма, и когда человек просто живет, допустим, он живет неженатый, то ему все равно придется принять тяжелую карму. Допустим, есть два варианта поступков, которые можно назвать поступками. Первый вариант – это человек женится, второй вариант – он идет в монастырь, и она всю жизнь отрекается от этой идеи. Почему человек должен или то, или другое сделать? Потому что иначе он не будет ответственным, серьезным человеком. Рано или поздно этот момент может наступить. До этого момента человек не понимает, что жизнь – это экзамен. Ему кажется, что жизнь – это наслаждение, и все вокруг мешают наслаждаться. А когда человек женится или принимает обет отречения, он на самом деле реальную тяжесть своей кармы может ощутить в полной степени. Это происходит не потому, что муж плохой, жена плохая, родственники плохие, а потому, что так положено, так устроено в этом мире, что человек должен испытывать трудности, и он будет испытывать трудности. Обязательно. В этом нет никакого сомнения. После женибы. Второй вариант – это… Ну, не второй вариант, а вторая степень сложности – это рождение детей. Новый виток тяжелой кармы включается, начинает действовать. И вы знаете, что когда ребенок рождается, наступает дурдом полный, да? И он длится года три, наверное. Ну, два уж точно. Невозможно оценить свое психическое состояние, невозможно что-либо понять, просто идет… Жизнь начинает нести человека очень мощно, и он не может вырваться из ее лап. Я видел такие мощные потрясения у людей. Одна девушка, очень благочестивая, верующая, родила ребенка. Ребенок ее с самого начала ненавидит, кричит у нее в руках, отдает другим родственникам, успокаивается. Начала кормить грудью. У нее сильно молоко выделяется, очень много молока, начала кормить грудью. Ребенок травится от ее молока, покрывается сыпью там и все прочее. Она не может с ребенком общаться, то есть ребенок живет у родителей и так далее. И таких примеров очень много, то есть как бы рождается ребенок, начинаются какие-то трудности серьезные. Астрология советует выворачиваться. Есть разные способы выворачиваться. Камни поставить, травками полечиться, день подобрать точно. То есть вывернуться надо как-то. Так, вывернуться, чтобы тебя не задело. Но не вывернешься все равно за день. Тогда вопрос заключается в том, зачем тогда все это нужно. Астрология там, планировать зачатие детей там и все прочее. Дело все заключается в том, что человек должен научиться подчиняться законам этого мира. И если у него настроение правильное, он хочет как бы спросить у истины этого мира. Он хочет спросить, пожалуйста, покажи мне себя, покажи мне, что ты действительно есть, если я все буду правильно делать. Покажи мне, что действительно работают эти законы, что они дают возможность мне получить лучшую судьбу, если я следую всем указаниям, правилам. Именно для того, чтобы вера у человека в высшие силы появилась, человек должен соблюдать все эти ритуалы. Когда зачинать, как зачинать и так далее. Там, что касается там четный день, нечетный день. Но есть еще другой момент очень важный. Он заключается в том, что есть еще умонастроение во время зачатия и поведение перед зачатием. Имеется в виду, там определенные аскезы, лишения у родителей. Это серьезная вещь. Это действительно меняет карму. Если человек правильно настраивается, его карма меняется. Но настроиться правильно очень тяжело. Для этого надо быть очень сильным человеком. Поэтому нужно заранее готовить себя, работать над собой. Видите, я как бы резко вскачь пустился с самого начала. Есть много новеньких. Они вообще не знают, что можно как-то влиять на этот процесс зачатия детей. Влиять можно, конечно, но, сразу говорю, стопроцентный результат вам никто не гарантирует. Потому что самой большой силой является психическая энергия нижних центров мужчины и женщины. Если женщина, допустим, сильнее, психический центр у женщины сильнее с самого начала, намного, то семья может сделать так, выбрать дни, пропаститься и все прочее. И какая-то вероятность рождения мальчика все равно будет в этом случае. Но не сильно большая. А если у мужчины сильнее нижние психические центры, тогда очень трудно будет же девочку зачать. Такое бывает. Еще следует знать такую закономерность, что когда отношения только начинаются, отношения только начинаются, тогда всегда, даже если мужчина очень слабый, он будет сильнее женщины. Даже если он очень слабый, он будет сильнее. И когда отношения уже развились, то даже если мужчина очень сильный, все равно, скорее всего, он будет слабее своей жены. Так бывает чаще всего. И поэтому сначала первым рождается мальчик обычно, и вторым рождается девочка. Иногда бывает наоборот. Но это означает, какие-то там противоположные процессы идут в семье. Мужчина как бы реабилитировался, у него сила появилась, у него период хороший наступил. То есть полного прогноза такого быть не может, но идея вот в этом заключается. Что женщина постепенно привязывается к мужчине все больше и больше в семье. А мужчина постепенно все больше и больше отвязывается от женщины. В этом заключается идея совместной жизни. Не то, что там он должен в конце концов сбежать от нее. Нет, так устроено природой просто. Потому что семья зависит от поведения, умно-настроения жены. Будет существовать семья или нет. Женщина должна правильно выбрать правильный стиль поведения. Потому что в семейной жизни больше всего женская карма отрабатывается. Мужская в общественной деятельности больше всего отрабатывает. Итак, идея самая главная заключается в том, что мы часто думаем, что нам нужен мальчик или нужен девочка. Но на самом деле человек должен думать о том, чтобы через его рождение, его ребенка не отрабатывалась самая тяжелая карма. Этому надо молиться, об этом надо, этого надо желать. Почему? Потому что груз, который может навалиться в связи с рождением ребенка, может быть неподъемным. В результате человек лишается возможности что-либо сделать в жизни. Он просто погружается в эту карму, становится ее рабом. Он не может оторваться от мыслей о мыслях о своем сыне или дочери. Постоянно его допекают какие-то проблемы в отношениях с этим человеком. В результате он становится рабом этой ситуации, он не может менять себя к лучшему, работать над собой. Человек становится несчастным и жизнь его тоже становится несчастной. Поэтому согласно ведическому знанию, человек должен отрабатывать свою плохую карму не в семейных отношениях. Надо постараться так сделать в своей жизни, чтобы отрабатывать в общественных делах каких-то там, в ответственности, которые ты на себя берешь, но не в семейной жизни. Тогда хоть какая-то стабильность будет в жизни. Тогда будет легче жить. Может быть, будет трудностей много, но жить будет легче в этом случае. Все равно. Потому что когда она в семейных отношениях, плохая карма отрабатывается, невозможно. Просто жизнь становится невыносимой. Человек не может, не всякий человек способен это вытерпеть. Очень тяжело. Поэтому согласно ведическому знанию, именно умонастроение человека определяет, то есть карма, которая действует с прошлого, и умонастроение человека, определяет две основные вещи, которые определяют, какой будет ребенок. Это не факт, что обязательно, как бы согласно вот этой механической теории нашего существования, что мы тела, что мы тела, у нас нет души. Вот. Мы живем за счет того, что просто нервная система работает. И согласно этой теории, если как бы зачатие произошло, то вариантов нет. Родится строго определенная личность. Нет вариантов просто. Потому что механика. Два шарика столкнулись, один туда полетел, другой туда. Все. Нет вариантов. Однако же, согласно ведическому знанию, все зависит от нашего настроя. Если человек искренне хочет, чтобы ребенок был хорошим, он для этого что-то должен делать. Просто я хочу хорошего ребенка, а я хочу миллион долларов. И что теперь? Судьба должна выделить мне этот миллион долларов? Человек должен совершать аскезы, пожертвования, и он должен изучать высшую истину. В этом заключаются три действия, которые дают человеку очень хороший результат в плане изменения своей судьбы. И человек перед основными тяжелыми событиями в жизни должен совершать эти действия. Он должен совершать аскезы. Он должен молиться Богу. Он должен совершать пожертвования какие-то. Это необходимость. Без этого нельзя жить. Если человек не делает этого, его карма, какая, какую положено ему, такую получит. Если кому-то нравится такая идея, пожалуйста, никто не будет против. Мало не покажется. Нет других способов. Люди выбирают часто другие способы. Они пытаются вывернуться, как я уже говорил, высчитать день вот так вот все, вот так раз, раз, высчитали все. Не получилось. Почему не получилось? Что ничего не хватило-то? Селенок не хватило. Согласно ведическому знанию, если, допустим, как должно быть? Во-первых, не меньше месяца надо соблюдать салибат перед рождением ребенка, чтобы целенок хватило вовремя как бы зачать ребенка. Потому что, когда день, дата благоприятная, то, извините меня, здесь надо уже как бы быть достойным этого времени. Зачать ребенка в это время надо быть достойным, потому что в очереди стоят на это время. Желающих много на такое ребенка, очень много желающих. Надо быть достойным. Но не каждый хочет быть достойным. Каждый хочет хорошего ребенка. В этом проблема заключается. Следует знать, что все черты характера хорошие, которые даются, получает человек, он получает в результате влияния высших сил. Высшие силы помогают. Поэтому мы и должны как бы действовать так, чтобы эти высшие силы, они были удовлетворены как-то. Не отрицается тот факт, что мы должны все-таки выдержать точно, когда мы должны зачинать детей и в какое время. Вот следует знать, что сразу после месячных у женщины от нее исходит такая сила огромная, психической энергии, что мужчине очень трудно удержаться, если муж, допустим, ему очень трудно удержаться, чаще, часто так бывает, от близких отношений с ней. Если они при этом используют прочие зачаточные средства, то душа, которая должна войти в семя вместе с тонким телом, ей эта идея не нравится. Ну, представляете, там, когда вы, допустим, пригласили в гости человека, да? Он приходит, никого нет дома. Он говорит, в следующий раз мы вас ждем. Мы запланировали ваш приход через неделю. Если через неделю запланировали, тогда и через неделю и приглашайте. Зачем приглашаете раньше-то? То есть, если раньше, допустим, не могут потерпеть, если раньше начинаются, как бы, занимаются сексом, после месячных начинается отчет. Вот, если, допустим, на шестой день было занятие, занимались сексом, но решили ничего не зачинать. Все, поезд ушел. Эта душа больше не придет. То, что вы там запланировали вовремя, это уже ваши проблемы. Какая-то другая придет. Незваная. Нежданная. То есть, и часто люди не могут вытерпеть. У них не хватает силенок. Понимаете? Поэтому, вот, выдержать день зачатия, это тоже очень важно. Это важно, что надо как-то терпеть. Если хочешь что-то хорошего, надо немножко потерпеть, тогда хорошее получишь. Зачатие у ребенка надо готовиться хотя бы за полгода. Муж и жена должны прекратить употреблять алкоголь, наркотики, бросить курить. Лучше снизить или перейти на вегетарианство, или снизить употребление мясной пищи, если невозможно быть вегетарианцами. Следует сократить в какой-то степени, если можно, там, вредные работы. То есть, если, как бы, организм получает вред от этого, там, может быть, даже компьютер, следует как-то аккуратнее. Также бывают другие вредные работы, химия там и так далее. Надо стараться сократить. Иногда супруги чистят организм, это тоже бывает полезно. Что касается чисток, там, клизм, чистка печени, там, рвотная и так далее, панча карма. Все это можно делать, но только в том случае, если вы уверены, что вам это уже раньше помогло. Именно те же самые процедуры, в той же последовательности вы можете сделать. Если вам это помогло год-два года назад, если вы чистили организм полгода назад, этого уже достаточно, больше не надо повторяться. Если вы не знаете, что это такое, никогда не делали, лучше не рисковать, потому что, если вы почистите организм неправильно, может быть, и хуже, потому что перегрузка организма произойдет, он ослабнет, и вы не сможете нормально детей, нормального ребенка зачать. Нужно ходить в храм, желательно, в это время побольше, почаще. Перед зачатием следует знать, какой период у тебя идет, хороший или плохой. Если у тебя плохой идет период, то настроиться хорошо, время зачатия трудно. Поэтому, возможно, будут проблемы с зачатием ребенка. Даже если сам день зачатия благоприятный, но период идет плохой, лучше не рисковать. Если же вы уже в возрасте, и вам надо срочно ребенка зачинать, иначе вообще не получите, тогда лучше не рисковать и зачинать раньше. Не надо ждать астрологов, они говорят, вот вам нужен ребенок, чтобы отрабатывать свою карму, хорошую, плохую. Как это, дайте мне мужа, там песня есть такая, толстый или тонкий, это все равно. Там такая песня, хорошая песня, как уже все догулялось, дальше уже негде. Уже все равно, толстый или тонкий. То же самое здесь, что если уже дальше некуда тянуть резинку, то надо зачинать ребенка без всяких. Вот видите, что уже может так случиться, что вообще потом не зачнете, уже поздно. Можно зачинать, значит придется зачинать, как можете, когда получится. Это важно тоже понимать, потому что сейчас у людей, у многих очень плохая карма на это. Если есть возможность, то лучше все-таки планировать зачатие и высчитать благоприятный день. Непосредственно перед зачатием принимается муж и жена, принимаются душ. Они должны натереться благовонными маслами, молиться Господу перед самым зачатием о том, чтобы ребенок был хорошим. Во время отношений должно быть как можно больше любви. И от этого количества любви зависит сила, жизненная сила ребенка. То есть если он будет, будет много любви в отношениях, значит он сильным будет. Если мало, значит он будет слабым. Эта любовь не должна быть зверской, сразу говорю. Иначе ребенок будет тоже зверским. Она должна быть достаточно такой хорошей. Нельзя зачинать ребенка в гневе, страхе, беспокойстве. На голодный или переполненный желудок, с полным мочевым пузырем, когда человек болеет, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Теперь давайте поговорим по дням, по месячным. Это очень важная информация. Очень важная информация. Когда начинать, в какой период, в какой день месячный. Первое, что человек должен знать вообще, никаких отношений с женой в плане сексуальных не должно быть первые четыре дня после того, как начались месячные. После начала. То есть во время месячных самих. Нельзя этого, это недопустимо. Это уничтожает здоровье полностью. Никаких шансов не оставляет нормального здоровья. В день самого зачатия, в день самих месячных разрушается здоровье мужа. Во второй день здоровье жены. В третий день нарушается нормальное состояние матки, и ребенок будет страдать. В четвертый день урод рождается, или психически, или физически. То есть у ребенка, который не способен. Да, можно ли зачать ребенка, когда еще на четвертый день месячных у женщин? Это тоже из словаря древнего такого лексикона. Потому что если, допустим, муж, жена, целибат соблюдают больше года, то есть у них нет отношений, то их сила половая становится настолько огромной, что они могут зачать ребенка. Семя сохраняется у женщины несколько дней, и может зачатие произойти даже во время месячных, если у них будут отношения. Зачатие позже, через несколько дней произойдет. Семя огромной силой обладает, когда оно сохраняется, живым остается, не разрушается. В наше время это является фантастикой, но веды утверждают, что это так, что это факт стопроцентный. И если, допустим, человек всю жизнь соблюдал целибат, допустим, он до 30 лет соблюдал целибат, и как бы мужчина, если он не терял семя, то в этом случае у него такая огромная сила, что в любой день, то есть месячных, не имеет значения, если произойдет соединение, то женщине придется забеременеть. То есть такое мощное воздействие такое будет. У меня никаких шансов нет. То есть такое сильное влияние. Итак, с первой по четвертой надо быть очень осторожным. Дальше следующее. Благоприятные дни теперь внимательно запишите. Для рождения сына шестой, восьмой день, десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый. Для рождения дочери пятый, седьмой, девятый и пятнадцатый. Считается первый день, это первый день месячных. С этого момента начинается. Отчет идет от, по-моему, как там в астрологии, с двенадцать часов дня, да, отчет, или с двенадцать часов ночи? Раньше было с двенадцать часов дня, а сейчас с двенадцать часов ночи у нас отчет. Вообще в астрологии был отчет с двенадцати часов дня раньше. Сколько я понял? Ну, считайте с двенадцати часов ночи, ладно. От восхода солнца, да? Ну, хорошо, давайте от восхода солнца считаем. Я, как честно говоря, не вдавался в этот вопрос. Когда считать с начала месячных, от какого момента. Одиннадцатый, тринадцатый день считаются крайне неблагоприятными. Так же с семнадцатого, два двадцать восьмой, уже после шестнадцатого, уже считаются неблагоприятными дни. Это важная информация. Потому что это напрямую связано с треянием Луны. Это очень важно. Следует знать также, что неблагоприятными днями недели для зачатия являются вторник, суббота, воскресенье. Эту информацию не следует считать наиболее важной. Так, например, если по дням месячных все получается, и день сам очень удачный, благоприятный, то вторник, воскресенье и суббота не учитываются так сильно, как все остальное. Понимаете, почему? Потому что это не является столь уже как бы твердой информацией. Это дни неблагоприятных планет, которые как бы жаляют карму. Но на самом деле не всегда так бывает, что именно учет этих дней сильно нужен. Также нужно учитывать созвездия благоприятные, под которыми должен родиться ребенок. И для зачатия тоже. Я думаю, что это надо с астрологами вам уже консультироваться. Вы сами не сможете это понять. Тут надо, чтобы человек серьезный, который этим занимается. Вот и так далее. То есть есть много всяких моментов. В медической культуре родители медитировали на детей до момента зачатия. Так, например, выливалось изображение, допустим, мальчика, если хотели мальчика зачать, из золота, серебра. Это изображение красилось в красный цвет. И дальше оно опускалось в молоко, и женщина выпивала как бы это молоко. Это ритуал определенный, его проводит священник. То есть там должна быть очень серьезная медитация. Цель ритуала – это повысить концентрацию внимания. Не просто там пощелкал, что-то постукал, как бы, и все, мальчик родился. Или пошептали что-то. Цель – это повысить концентрацию внимания на объекте, что тебе нужно понять лучше. Дальше существуют и такие травы, которые усиливают влияние женской энергии или мужской. Так, допустим, сок паслена индийского так действует. Если перед зачатием женщина в правую назрю несколько капель капает, то увеличивается солнечная энергия, и она рождает мальчика. У нее в теле солнечная энергия возрастает. Если в левую назрю капает, левая полушария женская, то она как бы склонна уже зачинать девочку. Если в день зачатия звезды чистое, небо чистое и видны звезды, значит мужская сила увеличивается. Если наоборот тучи, то женская сила в этот день увеличивается. Для увеличения семени мужчина должен есть сладкую, кислую, соленую пищу перед зачатием. А еще он должен кушать плотно сметанку, сыр, вот такое, вот если он хочет, если хотят, чтобы мальчик родился. Для умельчения силы яйцеклетки женщина в этот день ест горькую, острую или вяжущую пищу. И может даже некоторое время поститься, но не полностью, она не должна лишать себя еды совсем. Если во время отношений мужчина больше любит жену, доставляет ей больше удовольствия, то родится девочка. Если во время отношений женщина, жена больше удовольствия может доставлять, то родится мальчик. Таким образом, если хотят девочку, то питаться надо наоборот. Женщина сладкую, кислую, соленую, а мужчина горькую, острую, вяжущую. Бывает так, что они дотягивают и рождаются, допустим, хотели девочку, родился мальчик с женским характером. Все рассчитали правильно, мальчик с женским характером. Или хотели мальчика, родилась девочка с мужским характером. Это означает, кармы не хватило, благочестия не хватило. Это означает, что характеры перепутаны у мужа и жены, мы об этом уже много говорили. У них все наоборот в семье, и поэтому так может быть тоже. Такие рождения могут быть. Итак, самое главное, что? Самое главное, это очищение сознания. От этого все зависит, мальчик или девочка родится. Главное, чтобы ребенок был хорошим, чтобы не портил жизнь. Это первое. Второе. Не нужно зачинать детей в неблагоприятные дни, такие как 11-й, 13-й день. И так далее. После 17-го. Это тоже очень опасно. Следующее, что важно, что я вам не сказал, это то, что самое ужасное зачинать детей на закате. Это самое ужасное. Такой подарок родится, что мало не покажется. Бандитам будет с самого рождения. Как Райкин говорил, пить, курить, говорить начал одновременно. Девочка будет развратной, значит, наглой. Вести себя плохо будет очень. Значит, днем, если начинается ребенок днем, он очень слабым рождается. Очень слабым. Атмосфера должна быть вокруг, когда ребенок начинается. Когда растение сажаем, его нужно полить, да? Его нужно полить. И лучше всего растение сажать вечером. Во время заката. Чтобы оно напиталось, надышалось там, семечко за ночь. И тогда оно восход даст. Нормально. Днем, если зачатие происходит, то ребенок рождается слабым, ослабленным. Дальше, если зачатие происходит утром, рано утром, то ребенок... Ну, есть опасность, что ребенок родится чрезмерно отреченным таким. То есть ему все будет наплевать. Он всех будет бросать. Ну, то есть, такие проблемы могут быть у него. Не выполнять свои обязанности будет. Вот это проблема. И ночью, зачатие ночью, когда наступает. То есть, где-то, может быть, с 11 часов ночи до 2, до 3. Это самое благоприятное время. Зачатие ночью должно происходить. Теперь, если не получается зачатие детей, что делать? Во-первых, надо... Самое первое, что нужно совершать, аскезы. Женщина должна работать над своим характером и очень сильно стараться служить мужу. Говорится, что мужское тело может подарить ребенка, а может не подарить. Все зависит от того, насколько жена смиренна перед мужем, насколько она ему служит, заботится о нем и так далее. Чем больше жена служит мужу, заботится, тем сильнее семя становится, сила семи увеличивается. Если жена не хочет заботиться о муже, то, соответственно, сила семи не тает. То же самое, допустим, яблонью, если не поливать, не заботятся они, яблок не будет, хоть пинай ее, хоть не пинай. Так и мужик, как яблоня тоже. То есть, надо заботиться. Как бы считается, что мужчина дарит ребенка жене, потому что больше счастья от детей получает женщина. Это однозначно. В этом нет никакого сомнения. И карма больше отрабатывается у женщин. Поэтому мужчина дарит ребенка жене. Это первое, что следует знать. Второе, что следует знать. Если ничего не получается совсем, то не нужно отказываться от лечения бесплодия. Но следует также знать, что если ставятся камни, там какие-то травы подбираются, там еще что-то, климат, лечится климатом, зарядкой и так далее. Если лечение происходит таким образом, что человек сам ничего не делает для того, чтобы было хорошо, но при этом происходит зачатие, это значит, что это будет медвежья услуга. То есть, ребенок родится, но будет нести себе плохую карму. Если родители сами сильно стараются работать над собой, и также они получают милость, именно милость от Бога, что они находят того врача, который способен им помочь, то в этом случае ребенок может родиться очень хорошим. Поэтому надеяться на кого-то и ничего не делать нет смысла. Самое главное в работе над собой, как я уже сказал, это работа над своим характером у родителей. И правильная постановка отношений в семье, это очень важно. Также следует знать, что ни в коем случае нельзя разочаровываться. Не нужно думать, что ничего не получится, что не будет детей, и это очень плохо. Этот настрой означает, что не хватает хорошей кармы. Надо поменять настрой. Для этого нужно общаться с людьми, которые имеют силу психическую, духовную. То есть надо в любом случае общаться, найти себе какое-то направление самосовершенствования в жизни, чтобы общение такое хорошее было. Потому что без силы разума невозможно зачатие нормальное. Вообще, как бы сила семени зависит в основном от силы разума. Если человек силы разума не хватает, то силы семени не хватает. Поэтому девушке, которые не вышли замуж еще, надо смотреть, насколько ответственный парень. Если совсем безответственный, семь будет слабым очень. Если сила ответственности большая, значит семя будет сильным. Мужчина должен смотреть, насколько жена обладает женскими чертами. То есть насколько она добрая, послушная, отзывчивая. Это гормональные функции женщины зависят от этих качеств, характера. Так можно определить, будут дети или нет. Если жена такая характерная, а муж такой совсем ля-ля-ля-ля, есть вероятность, что не будет детей. Есть вероятность такая. Конечно, он может прикидываться, как бы. Но опыт показывает, что поведение человек выдает в нем. То, что он может, что чего не может. В любом случае, какие бы ни были муж и жена, они должны действовать так, как положено. И тогда силы в них нужны и вспыхнут. Дадут возможность сочинать детей нормально. Нужно ли лечиться от бесплодия? Нужно обязательно. Потому что может плохая карма нейтрализоваться. Но если человек не работает, люди не работают над собой. Невозможно помочь. Лечение бесплодия. Бесплодие по силе, по тяжести, трудности лечить бесплодие. Так же тяжело. И столько же благочестия нужно у врача, чтобы вылечить. Как и рак, допустим. Допустим, простой человек рак не вылечит. Нужно благочестие врач, чтобы имел. Тогда он может вылечить рак. Потому что вместе с выздоровлением пациент получает веру в высшие силы от врача. И означает, получает необходимость жить дальше. Почему человек умирает раньше времени? Потому что у него нет цели в жизни. В этом основная причина. Если он получает какую-то веру в свое сердце, тогда он может дальше жить, и его смерть откладывается на потом. В этом только смысл лечения злокачественных опухолей. Другой способ вылечить нет. Точно так же зачатие детей тоже. Если человеку положено, пока армии не положено, допустим, он общается с возвышенными людьми, получает какое-то вдохновение в жизни. И тогда у него меняется судьба. Как она будет дальше действовать? Все что угодно может быть. Даже пусть операция. Но она будет уже успешной. Понимаете? То есть многие люди думают, что какие-то искусственные внешние мероприятия могут помочь. Если люди сами не поменялись, ничего не поможет. Ни операция, ни то, ни сё. Бесполезно. Если когда-нибудь медицина изобретет такие средства, что всегда 100% будет зачатие, никаких шансов нет, чтобы его не было. Значит, будут рождаться уроды. Потому что выбирай одно из двух. Если не хочешь работать над собой. Или рождается урод, или вообще ничего не рождается. Что выбираешь? Других вариантов нет. Почему человек не может родить? Потому что у него есть веские причины в судьбе на это. Или ребенок может быть очень ужасным. Или ему не положено иметь счастье. Материнство или отцовство. Вот и всё. Два варианта. И оба варианта, они могут в полной степени проявиться. Не знаешь, какой из них будет. Никто не знает. Часто женщина не хочет просто зачинать детей. Не хочет просто рожать. И не хочется детей иметь. Её не надо заставлять. Потому что есть риск, что может кто-то плохой родиться. Но это не означает, что когда мужчина не хочет иметь детей, его не надо заставлять. Надо так к нему относиться, чтобы он согласился. Что надо очень правильно к нему относиться, хорошо. Это означает, что жена экзамен ещё не сдала. Она должна сдать экзамен на верность, служение мужу. Может ли семья жить без детей? Может. Но для этого надо тогда ответственность брать за людей, за окружающих. Такая семья должна стать для всех, мамой и папой должны стать такие люди. Они должны заботиться обо всех. Тогда можно не иметь детей. Только один способ. Или можно взять детей, допустим, на воспитание. Если нет возможности зачать. Согласно ведическому знанию, ребёнок может быть или от твоего тела, или просто ты его воспитываешь, это тоже считается твоим ребёнком. Это не значит, что ты не мама. Согласно ведам, ты тоже мама и папа. Может ли у человека быть две мамы? Может быть, веда говорит. Может быть даже семь. То есть нет проблем с этим. Мама, не мама, мама. Если взяла ребёнка, и он хороший, и всё, и растёт, можно смело говорить, что ты мама, и никаких вариантов не может быть. Не надо человека, ребёнка обмануть, потому что мы не сами не понимаем, что такое мама, что такое не мама. Если твоя карма через ребёнка отрабатывает, значит, ты мама. Всё. Понимаете, если так судьба устроила, не ты не воровала этого ребёнка, а просто взяла законным образом или родила, то есть тогда в этом случае мама уже. То же самое отец. Какие вопросы по этой теме? Как это суррогат? То есть понравилась женщина, но чужая, да? Нормально? Можно так? Можно, да. Самое главное, чтобы женщина была порядочной, хорошей. А то такого подарка отдаст. Да. Надо, чтобы женщина хорошая была. Тело матери влияет на структуру ребёнка. Её настроение во время вынашивания беременности очень сильно влияет на психику ребёнка. Очень сильно влияет. Оно может или раз затормозить развитие этой души, или как бы улучшить. Это просто пересаживается ей и семя, и как бы и циклетка. То есть самого процесса зачатия не было, акта зачатия не было. Это значит, что очень холодный ребёнок может родиться такой, знаете, всё по барабану. Очень может холодный. То же самое кесаревое сечение. То есть ребёнок будет бояться трудностей всю жизнь. Ему это трудно как бы преодолевать. То есть естественные роды, они помогают, это нормальный процесс, который даёт хороший результат. Но если нет возможности естественным образом рожать, лучше рожать как можешь. И ребёнок получишь такого, которого заслужил. Какие ещё вопросы? Тот, кого абортирует, это значит, что он сам делал то же самое в прошлой жизни. Вот, сама женщина, которая делает аборт, это убийство считается согласно ведомым. И как бы она получает такое же два варианта у неё, или рак матки, или в следующей жизни она тоже вылетает раньше времени. Согласно ведическому знанию, как бы душа ждёт очень долго человеческого рождения. Это очень редкое рождение. И если она потом получает его и вылетает опять, то это очень большие проблемы психические. В следующий раз, когда она с зачатием уже происходит, этот человек, который рождается, он всю жизнь боится смерти очень сильно. Потому что как бы вот такие вот вещи происходят резкие. Поэтому абортов не должно быть. Это очень опасно для жизни. Душа, на самом деле, она третирует родителей гораздо раньше. Всё зависит от того, какая душа. Если душа, допустим, благочестивая, она вызывает такие возвышенные чувства у родителей. И они сами, само собой, будут зачатие делать в нужное время. У них так получится в жизни. Им даже не надо ничего рассчитывать. Если они жили благочестивой жизнью. Если у них как бы благочестия не хватает, то душа начнёт третировать их в ненужное время. И отношения их в это время будут очень сильно портиться между собой. Кого больше всего третирует душа? Она входит в мужчину и начинает влиять на женщину. И у женщины меняется психика в результате её влияния. В ней появляется такое желание иметь ребёнка там и так далее. А у мужчины появляется вожделение сильное. Понятно, да, как это действует? Давит на мозги, так по-русски, если сказать. Давит эта душа, давит на мозги. Потом, когда происходит как бы во время самого процесса зачатия, в это время душа уже непосредственно входит в семя, и потом она входит уже в яйцеклетку. То есть влияние, связь, она может раньше возникнуть, гораздо раньше. Но именно во время зачатия сначала она входит в семя, потом в яйцеклетку. Да? Во время беременности женщина должна... Она должна вести себя как монахиня. Она должна отречься от всего материального. Она должна думать только о Боге. Должна читать молитву, ходить в храм. Она ничего никому не должна вообще в это время. Она не должна ни мужу, ни родителям, никому ничего не должна. Она должна только одно, чтобы у нее в сознании было счастье, как можно больше счастья. Она должна постоянно слушать духовную музыку, питаться благостной пищей, желательно еще освященной и так далее. Это нужно для того, чтобы ребенок... Вот это время, 9 месяцев, самое главное в воспитании детей. Самое главное время. Как женщина находится, в каком состоянии такой ребенок, такой как бы пуск, старт ракеты будет в его жизни. То есть он стартует, если хорошо, знаем, ракета стартовала хорошо, весь полет нормальный, плохо стартовало, все, приехали, значит. Вот это очень важно, да? Очень сильно связано. Следует знать, что плод, когда выносится, не надо есть острое сильно, жареное, кислое, соленое. Нельзя пить спиртное, потому что это все непосредственно действует на плода. Он испытывает жуткие муки, потому что у него нет никакой психической защиты. Мать остренького поела, его там корчит, крючит, не знаю как. Он потом будет злой на мать ходить всю жизнь. Когда она его вынашивала, когда она терпела лишения, муки какие-то, он не будет любить мать, он будет чувствовать какое-то отторжение. Запахи кругом надо прощать запахом, не надо злиться. Вы не можете лишить себя, то есть избавиться от того, чего вы не можете, правильно? Поэтому не надо обращать внимание сильно. Токсикоза означает, что женщина несмиренная. То есть у мальчика, у ребенка или у девочки есть характер. И мать сталкивается с этим характером внутри себя. Получается интоксикация. Или токсины идут в нее, или в ребенка одно из двух, какое-то чье тело сильнее. Так как чаще всего детское тело сильнее, чем материнское по психике, то чаще всего токсины идут в материнский организм. Поэтому женщина перед тем, как зачинать ребенка, должна выработать смирение сначала со своим мужем в общении. Тогда она может спокойно вынашивать ребенка, у нее не будет токсикозов, схваток этих, матка не будет в тонус входить лишнего. В тонус входит, значит опять несмирение. Резус конфликт означает плохая карма уже. Вообще в целом плохая карма на рождение детей. Есть вероятность рождения урода, слабоумного ребенка. Рождается раньше, значит у матери не хватило лунной энергии выносить, нужна лунная сила, нужна сила влияния луны. Означает не хватает умиротворения у матери. Беспокойство много в характере. Он тоже беспокойным будет, ослабленным несколько в жизни. Надо ему заниматься хатха-йогой, закаливаться, чтобы снять с этой ослабленность психическую силу. Выкидыша означает, что женщина по карме имеет плохой марс. То есть она несмиренная, непослушная, истеричная, обидчивая и так далее. А за аборт, кто кстати в семье у вас взял ответственность за аборт? Вот кто взял, тому и по шее, тот по шее получит. Если жена не хочет, допустим, аборт делать, а муж заставил, то муж будет кувыркаться, жена не будет. Если жена сама втихаря сделала, значит она будет кувыркаться. А если они оба решили, обоюдно согласясь, тогда значит оба будут кувыркаться. А родители будут кувыркаться. Кто берет на себя ответственность, тот и кувыркается. Точно так же, как на войне. Если генерал сказал, идите и стреляйте в них. А солдат не может ослушаться, его самого расстреляют. Он идет, стреляет, все. Но он за это не несет ответственности. Он за это не отвечает. Это вот генерал будет за это отвечать. Всегда, когда происходит что-то, виноваты мы сами. Никогда не бывает так, что кто-то виноват, кроме нас. Если человек понимает этого, постоянно понимая это, человек имеет возможность полностью преодолеть всю свою плохую карму. Если ты всегда считаешь себя проблемой, причиной своих проблем, то в этом случае ты отрабатываешь плохую карму. Это не значит, что ты не должен выполнять свои обязанности перед людьми. Если тебе надо их наказывать, наказывай. Но при этом не считай, что кто-то другой является причиной твоих проблем. То же самое в отношениях с ребенком. То есть, если он не хочет у вас там вынашиваться, значит, какие-то у вас проблемы большие. Вашим сознанием, вашим характером. Ой, может абортированный ребенок вернуться в ту же семью. Может. Будет беспредел. Этот ребенок будет издеваться сам. Вот я сейчас описываю, как это происходит. Ребенок, который рождается для того, чтобы уничтожить своих родителей, такое может быть. Его миссия заключается в том, чтобы отомстить им, как бы, что они ему набедокурили по отношению к нему много. И он рождается у них только для того, чтобы им досадить. Я вам сейчас объясню, как этот ребенок будет себя вести. С самого рождения он будет издеваться над своими родителями. Он не будет поддаваться никакому воспитанию. И потом, перед уходом, он плюнет на своих родителей, оскорбит их и уйдет от них, когда он вырастет. После этого он будет в жизни преуспевать, а родителям будет все хуже и хуже. Вот такой ребеночек может родиться. Так что мало может не показаться, там абортированный прежде ребенок, или он просто, допустим, вы не отдали кому-то крупную сумму долга, или просто издевались всю жизнь над кем-то. Родится хороший такой человечек, будет издеваться по-черному. Потому что у родителей не могут разорвать связь со своими детьми. Они к ним очень сильно привязаны. И поэтому плохая карма, она реализуется через детей всегда. Почему именно в ребенке он должен родиться, а не в сотруднике? Потому что на сотрудника можно там сказать, да, мне нет проблем с ним. А с ребенком уже не скажешь, потому что очень глубоко отношения идут. Все, следующая тема, воспитание детей. Первое, что должны сделать родители, они должны признать, что это их ребенок. Это очень важно, потому что некоторые родители не признают. Они считают, вот, нежеланный, не хотели мы тебя. Надо признать, что это мой ребенок. Это очень важно. Особенно отец иногда не признает. Мать как бы вынашивает, она признает. Она мучается через муки, но часто отец бывает не признает. Даже может говорить, что он признает, но сам не признает в душе. Начать не берет ответственность. Это очень ужасно. Это приведет к большим проблемам у ребенка дальше в жизни. И потом у родителей так же. Может, он может всю семью такой ребенок развалить полностью. Допустим, мать признала ребенка, отец не признала. Ребенок привязывается к матери и ставит ей условия, чтобы он с нами не жил. Допустим, такое может быть. Это очень опасно. Следующее, что следует знать, это то, что готовиться к учебе ребенка нужно уже с самого детства. И нужно выбрать, понять, к какому типу ребенок относится из четырех категорий. Или он склонен к тому, чтобы учить других людей, как бы самому учиться. И воспитывать такого ребенка очень тяжело, потому что для его воспитания требуется родителям сильно работать над своим характером, чтобы он был успешен в жизни. Это, с одной стороны, удача такого ребенка иметь. Но, с другой стороны, как бы надо быть очень действительно достойным такого ребенка. Самая главная черта характера этого ребенка, он с детства стремится к истине, и как бы он ищет честность, он хочет узнать, как есть на самом деле. Он будет очень и очень сильно стараться разобраться во всем. И он будет подмечать любую ложь в родителях и указывать им на эту ложь. Такой ребенок будет склонен как бы сам что-то объяснять с самого рождения. И будет изучать тоже, любить, слушать внимательно, о чем говорится и так далее. Если ребенок склонен к изучению различных литератур, если он склонен работать над собой, если он не сильно склонен играться там во дворе, вот такой, то есть он, ведь поведение у него достаточно такое строгое в жизни. Это значит, что его надо, не надо его заставлять там делать то, что он не хочет, просто надо ему дать в этом направлении рост. В чем заключается плохая карма родителей? Если родители считают ребенка своей частью, как вот почка отпочковалась от камня, и другой камень вырос, это означает часть тела, как будто мы его... Ребенок не является частью нашего тела. Это отдельная личность, которая рождается со своим характером. Родители должны понять, какой цветок у них родился, какого цвета. Если они дадут правильное направление, то этот цветок распустится и будет очень красивым. Если они сильно привязаны к этому ребенку и думают, это мой ребенок, я знаю, кем он должен быть, и с самого рождения этого ребенка начинает третировать, он не хочет это делать, но его заставляют вот в этом направлении действовать. Если ребенок вообще ничего не хочет делать, значит, как бы оболтусом родился, надо его заставлять, это факт, это правильно. Но если у него есть желание чем-то заниматься, ему обрывают это желание, говорят, занимаясь чем-то другим, все, эта семья будет несчастной. И родители будут несчастными, и ребенок будет несчастным. Дальше вторая категория, это когда дети склонны, то есть рождается ребенок, который склонен защищать, руководить. Само по себе трудно понять эту идею, потому что все дети рождаются как бы очень капризными, эгоистичными. И они все хотят, чтобы по-ихнему было. Но как определить, что родился именно ребенок, который будет управлять, руководить людьми, и его надо этому учить? Чтобы понять это, следует знать, что такие дети склонны защищать. Только в этой категории дети склонны защищать интересы других. Не только свои, но и интересы других очень сильно. Отстаивать их. Это значит, что он может быть руководителем такой человека. Самая главная его черта характера, это милосердие и стремление к справедливости, чтобы все было, порядок, чтобы везде было. Он не выясняет, как понять, он не пытается понять. Главное, чтобы порядок был для такого ребенка. Если не порядок, значит проблемы. Дальше, третий тип детей, они склонны заниматься торговлей. Главная черта характера таких детей, это общение. Они очень общительны. И также следует знать, что они склонны обмениваться дарами, как бы принимать подарки, отдавать. Такие дети, то есть, очень любят дарить что-то кому-то, давать. И в этом процессе видят большое счастье. Когда они чуть-чуть подрастают, начинают все коллекционировать, все, что под руку не попадется. Это означает, что вот этот тип сознания, бизнесмены. Дальше, четвертый тип, это дети, которые любят мастерить и делать какую-то практическую работу. Там конструкторы всевозможные и так далее. Эти дети должны заниматься какой-то специальностью. Их самая главная черта характера, которую они должны выработать, это способность подчиняться, послушание. Без нее они не будут успешными в жизни. Есть еще пятый тип характера, когда ребенок не раскрылся. Он и с рождения не знал, чем заниматься, и занимаясь чем-то, он не хотел этим заниматься, и потом вырос, ничего не знает. В этом случае эти дети должны делать то, что им судьба дает. Унитазы мыть дает судьба, а надо мыть унитазы, значит, с удовольствием стараться это делать. И получать свою зарплату за это. Постепенно сердце очищается у человека, и он уже понимать начинает свое предназначение. Если такие люди выкаблучиваются и говорят, это я не хочу делать, мне неинтересно, это не буду, тоже неинтересно. И это мне неинтересно, и то неинтересно. Я подожду еще немножко, какую работу себе выбрать получше. Это означает, что человек ничего хорошего в жизни не ждет, потому что у него психика еще не раскрыта для того, чтобы делать что-то в своей жизни. А он как бы хочет подарок от судьбы, но этого подарка он никогда не получит. А если получит, то только для того, чтобы во всем разочароваться потом. Как определить, что ребенок знает, что ему нужно в жизни? Он очень сильно стремится сам к тому, что ему нужно, и все препятствия преодолевает с большим рвением. Это значит, что ребенок знает свое предназначение в плане специальности. Он чувствует, понимает. Если он ждет, когда родители его куда-нибудь дадут, могут деньги поступить куда-то, еще что-то. Родители, прежде чем финансировать учебу ребенка, должны его проверить. Они должны ему сказать, что ничего не получишь, сам поступай там, как можешь. И если ребенок действительно прилагает усилия, старается и все прочее, то потом можно его финансировать, в принципе. Но если он думает, что они будут поступать, мне все равно, ну и пусть тогда не поступает. Вот чем хочет, пусть тем занимается, лишь бы шары не драл на улице. Если человек, ребенок во дворе растет, он ничем не занимается, то он фактически отдан на растерзание шакалам. То есть он просто будет уничтожен временем. Он станет наркоманом. То есть придет время, 13 лет, и все, из него жизнь сделает котлету из этого ребенка. Потому что сейчас среда, в которой дети растут во дворе, она очень неблагоприятна в целом. И редко бывает, когда она бывает благоприятной. Поэтому родители, обязанность родителей организовать ребенку правильное общение. Они должны понять его интересы и по интересам отдать ему, чтобы люди хорошие были там. Чтобы общение было правильным. Если в секцию какую-то надо смотреть на того наставника, преподавателя, кто там. Если он маразматик, а секция хорошая, нельзя отдавать такую секцию ребенку. Лучше отдайте секцию плохую, где руководитель очень хороший человек. И это будет стопроцентное попадание. Сто процентное попадание. Это очень важно знать, что качество руководителя это важно. Самое важное, да? Склонность к искусствам бывает разной. Иногда человеку просто нравится рисовать. Не важно что. Это четвертый тип. Если человек хочет рисовать для того, чтобы про картины продавать, это третий тип. Если он хочет организовать студию художественную, и чтобы все рисовали там, помочь, так сказать, художникам, то это второй тип. И первый тип это когда человек рисует о Боге что-то возвышенное, он не будет дешевиться. Вот первый тип означает, что он никогда не будет за деньги рисовать. Вот эти люди первого типа, они не для денег живут. Им деньги наплевать. Вот поймите по настроям, как понять. Ребенок первого типа, он никогда не мелочится в своей жизни. И он на дешевое ни на что не покупается. Второго типа, он никогда не позволит совершиться тому, что не должно быть. То есть слабость не позволяет себе слабости и другим людям. Третий тип детей, никогда не упустит свое. Никогда не упускает свое. Хватает. И четвертый тип детей характеризуется тем, что они не любят ответственности. Они любят что-то делать, но надо, чтобы кто-то организовал это. Вот как бы основные такие моменты. Это очень важно. Следует знать, что если до 13 лет ребенка не воспитали, то после 13 уже воспитывать поздно. Придется как бы мириться с тем, что он сам для себя хочет. Если вы ребенку не сделали хорошую судьбу до 13 лет, то дайте ему возможность самому сделать свою судьбу. А если он сам не хочет делать свою судьбу и за мамочкой бегает, сисю хочет 25 лет, чтобы его накормили там, чтобы за ним ухаживали. Этого ребенка надо выпинуть. Согласно ведом, этого ребенка надо выпинуть из дома, чтобы он шел, работу себе искал сам и все делал, как пытался выжить. Он потом спасибо скажет. Во-первых, если после 13 он хочет чем-то заниматься, пусть занимается. А если он хочет заниматься тем, что не принесет ему счастья, наркотики, разврат, то благородные, благочестивые родители ставят условия. Или ты живешь с нами и живешь как положено, или ты уматываешь, мы тебя еще не считаем своим сыном или дочерью и делаешь, что хочешь. Согласно ведическому знанию, родители имеют право отказаться от своих детей. И в этом нет ничего плохого. Не хочешь жить как надо, живи как хочешь. После 13 лет. Это не означает, что за малейшее нарушение надо выпинывать детей. Речь идет о том, что человеку невозможно ничего сделать. Он совсем просто издевается над родителем, живет как хочет. И это очень благоприятно для него, если родители ему так скажут в раннем возрасте. Он трудности жизни почувствует. Возможно, он исправится уже в это время. Чем позже это произойдет, тем более неблагоприятно для него это. Но я еще раз повторяю, это была ведическая культура. Сейчас я не думаю, что это правильно будет именно так поступать. Потому что не всегда это приведет к хорошему результату. Сейчас дети, если выброшенные из семьи, еще хуже им становится. Они могут спиться там, скуриться и все прочее. Поэтому лучше всего в наше время все-таки терпеть детей, какие есть. Но если уже ребенку 20 лет, извините, тогда родители вообще не должны его держать дома. Он не должен быть нахлебником в этом случае. Взрослый ребенок не должен быть. Если он здоров психически, не должен быть нахлебником. Ну, считается, самый крайний срок для мальчика это 25 лет. Девочку надо отправлять в жизнь, когда она выйдет замуж. Она может жить, в принципе, и до старости с родителями. И в этом нет ничего плохого. Если она замуж вышла, тогда все, она уже принадлежит мужу. Квалификация человека стоит на втором месте после его характера. Черты характера определяют судьбу человека, его разумность, его силу, способность достичь успеха. Поэтому характер людей, те люди, которые воспитывают, их характер является ключевой ролью в том, каким будет ребенок. Если он станет хорошим специалистом, но воспитан очень плохим человеком, то этот ребенок будет несчастнейшим из людей. Он будет всем только портить нервы, и от этого будут одни проблемы. Итак, существует несколько типов воспитания. В зависимости от сознания родителей они выбирают тот или иной тип воспитания. Не потому, что они так хотят, а потому, что они по-другому не могут. У них не хватает сил по-другому воспитывать. Но родители должны учиться воспитывать как положено. В этом смысл заключается. Первый тип воспитания. Когда родители воспитывают детей на их собственных ошибках, на ошибках детей. Когда родители над собой сильно работают и смотрят результат своей работы на детях. Это означает, что у ребенка надо выработать склонность слушать родителей. Не просто слушать, а слушать глубоко означает слушаться. Если родители не ведут себя правильно, дети не будут их слушаться. Это признак того, что родители ведут себя неправильно, если дети не слушаются. Других вариантов быть не может. Даже плохой ребенок будет слушаться хороших родителей. Он может быть вырастет плохим ребенком, но по крайней мере в отношениях с родителями он будет поступать себя правильно, благородно. Бывает такое, что ребенка не исправишь, он плохим родился, плохим вырасти, очень трудно исправить, непреодолимая карма. Но отношения зависят с ребенком от того, насколько родители правильно себя ведут. Если родители занимаются самосовершенствованием, выполняют свой семейный долг правильно, жена слушает мужа, муж берет ответственность за свою жену, очень серьезные отношения у них строятся, то дети в этом случае будут уважать своих родителей, будут их слушать и будут их слушаться. Это три этапа углубления воспитания. Первый этап уважения. Дети могут уважать родителей, но не слушать их, а делать по-своему. Это означает, что можно исправить ситуацию. Следующая глубина, когда дети уважают родителей и слушают их, но не хватает силы понять глубоко, о чем идет речь, и они не могут принять решение. В этом случае они как бы раскаиваются за свои ошибки, но эта фаза как бы, она еще не такая плохая. То есть ребенок, по крайней мере, будет учиться на своих ошибках в жизни. Следующий этап, если дети и слушают, и слушаются, это значит, что ребенок будет учиться с помощью знания. Вот как вы слушаете лекцию, возможно, у кого-то из вас из-за этого изменится жизнь. Это означает, что вы слушали очень глубоко, внимательно, во всем разобрались, у вас появились силы и вдохновение. Это два фактора изменения судьбы человека. Все силы и вдохновение появились для того, чтобы все поменять. Если человек ушами хлопает, сидит, думает, что он все уже это знает, то ничего не изменится в его жизни. Он зря тратит время на эту лекцию. Итак, первый способ воспитания означает, что родители добиваются того, что дети начнут слушать и слушаться. В этом заключается и их поведение. Родители должны вести себя очень серьезно. Серьезность – это отличительный признак таких родителей. Они очень серьезно настроены по отношению друг к другу, к детям. Бывают ли дети недостойных родителей? Бывает плохая карма у родителей, когда есть, они ведут себя хорошо, но дети недостойны. Однако же эти дети знают, что они недостойны. И в конце концов, потом, когда они вырастут, они будут уважать своих родителей и все равно исправятся. Поэтому никогда не поздно начать работать над собой. И никто от этого не пострадает никогда. Дальше. Следующий очень важный момент заключается в том, что родители должны очень трезво воспринимать то, что происходит. Часто родители думают, что ситуация виновата, нам не дают нормально воспитывать. Мне не подошел мой родственник, он плохой. И это означает просто оправдание себя. Если ты действительно хочешь, чтобы дети выросли хорошими, надо работать над собой, надо ситуацию понимать, надо терпеть все трудности, надо терпеть плохую карму плохих родственников, плохие отношения к себе, выполнять свои обязанности, и ребенок вырастет тогда хорошим. Если родители не справляются с этим типом воспитания, то им придется перейти на второй тип воспитания. И им просто деваться некуда. Этот тип воспитания заключается в том, это воспитание в страсти, первый тип воспитания – благости. Он заключается в том, что ребенку постоянно прогнозируется. Если ты вот так поступишь, то ты это получишь, и если так поступишь, то это получишь. Думай, выбирай, по 5 рублей, но большие, по 3 рубля, но маленькие. И постоянно родители с ним так размышляют. Уроки хочешь, хочешь конфетку там, уроки учи. Хочешь то, делай то. Хочешь это, делай это. Что получается с ребенком в этом случае? Он вырастает ум, может быть, вырастет умным, но не разумным. Разумным он не вырастет. Почему? Потому что разум означает, что человек сам принимает решение, как действовать. Когда ребенок слушает, слушается, у него голос совести работает. Он может, ему хочется делать, может быть, ему хочется по-другому делать, но ему придется делать, как надо. Знаете, в чем заключается признак неразумного человека? Когда ему говорят, делай так, он не хочет делать, как надо. И втихаря не делает, как надо. Это означает глупец. Отличительная особенность таких людей заключается в том, что они искренне верят, что они очень разумные. Или тем более, если он не втихаря не делает, как надо, а в наглую, то это еще больше глупец, значит. Глупец номер один. Кому он кроет яму? Конечно же, самому себе. Родители отработывают плохую карму, а ребенок, он ее копит. Не копит, он как бы ведет себя так, как его поведение запрограммировано будет в жизни. Но родители могут изменить поведение ребенка, если сами будут меняться. В этом смысл заключается отработка кармы. Если родители раньше 13 лет отработали плохую карму, и ребенок, допустим, недостойный таких родителей оказался, то он будет их слушаться, вести себя хорошо, получит знания, а потом в жизни он как бы окунется в проблемы, и потом выйдет из них победителем все равно. У него появится сила жить как надо, родители дадут ему эту силу. Если ребенок вырастает неразумным, а просто умным, то отличительная особенность таких людей заключается в том, что они много знают, много читают, много начитаны. Но реально с судьбой свои справиться не могут. Они не могут построить отношения. Как? Что значит судьба? Можно профессором кислых щей ходить по любому предмету, там, докторскую защитить, там, еще что-то, быть уважаемым специалистом, там. Но реально, а тебе, как можно оценить личность реально? Можно оценить, какие у него дети, какие отношения в семье. Если отношения в семье хорошие, дети хорошие, значит, человек тоже хороший. У него сила есть справиться с плохой судьбой. У всех семейная жизнь для всех тяжела, но одни могут с ней справиться, другие нет. В этом заключается сила человека. Будь ты хоть семь пядей во лбу, там, и все прочее, не имеет значения. Если ты не можешь вести себя в семье нормально, значит, ты не имеешь силы разума. В этом вся проблема заключается. Потому что только разумный человек способен справиться с семейной кармой, с тяжелой. В этом заключается главная идея. Дальше, следующий момент очень важный. Этот второй тип воспитания в страсти заключается в том, что родители не могут терпеть недостатков детей. До какого момента нужно терпеть недостатки детей? Недостатки нужно терпеть до того момента, пока дети не начали вести себя беспредельно. А дальше нужно так стукнуть им по голове. Можно психически, можно даже побить мальчика, допустим, можно побить ремешком под зад. Чтоб мало потом не показалось. И больше не надо этого повторять, наказание. То есть наказания не должны быть частыми. Они должны быть сильными и решительными. В этом смысл заключается. Чтоб пробило. Вот. И не нужно здесь скупиться. В основном детей надо терпеть. Человек не может исправить свои недостатки сразу. Поэтому ему надо дать нормальные условия для развития. Чтоб он чувствовал себя свободно. Если ребенок начинает наглеть, надо терпеть до какого-то момента. Потом так ему сделать, чтобы мало не показалось. Когда он уже совсем нагло себя ведет. В этом заключается сила родителей. Когда ребенок видит, что родители так себя ведут, он не будет наглеть слишком сильно. Он будет бояться. В этом заключается смысл воспитания. Когда родители в страсти детей воспитывают, они не могут их терпеть. Не могут терпеть их недостатков. Они кричат по малейшему поводу, ругаются постоянно. Это значит, что они привязаны к счастливой жизни. Они не понимают, что надо быть привязанным к тому, чтобы карму свою отрабатывать. Тебе все равно придется отрабатывать карму. Но если родители не могут терпеть, они постоянно допекают своих детей. И запас хороших отношений исчерпывают. В результате дети перестают слушаться родителей. Потому что родители слишком много постоянно указывают на их недостатки. В этом заключается как недержание мочи. Знаете такое? Обписался, обкакался. Родители не должны обписываться и обкакиваться. Почему? Потому что в этом заключается родительский долг. Надо иметь силу терпеть чужие недостатки. В этом заключается идея воспитания. Для того, чтобы эта сила появилась, нужно, чтобы сила приходила откуда-то. Нужно правильное общение, нужна молитва, пожелание всем счастья. Что-то нужно делать, подпитывать себя энергией, силой какой-то психической. Иначе откуда она придет? С работы сила не приходит. Она только отнимает работу силу. Телевизор тоже силу не даст. Силу дает только работа над собой внутренней. Поэтому в свободное время человек должен работать над собой. Он не должен развлекаться. Жизнь на самом деле это не развлечение, это экзамен. Не все люди это понимают. Следует знать, что ребенку не нужно указывать слишком сильно на оценки, которые он получает. Бывает так, что ребенок не может выучить математику на 5. Но он старается, учит, и он получает 3. Надо его очень поощрять внутренне за это. Почему? Потому что он реально не может математику учить. Я, допустим, не мог английский выучить. Я не мог просто его выучить. Все, у меня не было возможности внутренней. Я старался, учил, учил, но я не мог ни в школе, ни в институте. Я по английскому экзамен сдавал таким образом в институте. Я занимался балерными танцами. И станцевал там танец. Мне поставили 4 балла. До свидания. Все. Но потом, когда мне понадобилось знать язык, я просто вымучил из себя его. То есть мне пришлось выучить. Понимаете? То есть пришлось просто. Деваться некуда было. И это неизбежно. Если человек работает над собой, он может добиться всего, чего угодно. Он может получить все, что ему нужно в жизни. Но для этого нужно развиваться очень активно, сильно. Личность должна сильно развиваться. Это означает, что ребенку надо дать возможность развиваться в том направлении, в котором ему очень интересно. И все силы туда направить его. А все остальное школа, как бы по мере возможности он должен кучиться, по мере возможности получать какие-то отметки. Если родители зацикливаются на оценках ребенка, очень сильно большое придают внимание этому. Это означает, что они очень сильно привязаны не к воспитанию характера ребенка, а к получению того, чтобы он получил квалификацию. Это абсолютный абсурд. Так нельзя думать. Ребенок может получить квалификацию с хорошим характером, когда он вырастет. За один месяц он может все это выучить. У него нет проблем. Учится ребенок для того, чтобы воспитать себе характер. Любую дисциплину во взрослом возрасте человек может выучить за один год. Все, что он за 10 лет учил в институте, везде, он может сам штурмануть и выучить это за один год. Все полностью. Так зачем тогда спрашивается его и третировать всю жизнь из-за того, что он что-то не может выучить. Самая главная идея заключаться в том должна, что он должен воспитать правильный характер. Если характер правильно не воспитан, то бесполезный человек будет. То даже чему-то выучился все равно, потом он будет бесполезным. В этом смысл заключается. Третий тип воспитания это воспитание в невежестве, когда над ребенком совершается жестокое насилие. Наказывать нужно детей, но в наказании не должно быть злобы. Если родители со зверелым видом наказывают детей, бьют их по-зверски, бьют или наказывают тоже очень плохо, ведут себя плохо очень. Или наоборот спаивают их, наркотиком приучают. Это самая ужасная карма. Это означает, что эти дети станут причиной гибели своих родителей. То есть эти дети, раз родители так становятся... На самом деле настоящая жизнь это работа над собой. Когда человек лишен с детства этой возможности, то он не живет, он просто как растение. Поэтому родители, которые так неправильно, как бы жестоко относились к детям, они потом, дети эти, станут убийцами своих родителей в этой или следующей жизни. Они их доконают просто. И это будет неизбежно, очень тяжелая карма, сверх тяжелая карма. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы друг во врага не превратился. Всегда человеку надо давать возможность исправиться. И так же детям. Это очень важно. Дальше четвертый тип воспитания. Это безличностное воспитание. Как живет, пусть так и живет. Ну, сам воспитается. Все так растут, как могут. Бабушка воспитывает, дедушка воспитывает, пускай. Если бабушка и дедушка воспитывают, родители не воспитывают. Что получается? Чем старше человек, если бабушки, дедушки, им скоро рождаться в новом теле. Они сильно привязаны к молодым телам. Очень, очень в это время. Чем стареет человек, тем больше он детей любит. Просто эта любовь становится до беспамятства очень сильной. Потом, к старости. И дедушка, бабушка очень сильно балуют детей. Это их как бы, это их прерогатива. Они не могут к ним относиться строго в полной степени. А если они строго относятся, то они начинают на них злиться. Потому что степень родства не такая сильная, как у родителей с детьми. Поэтому могут ли бабушки, дедушки воспитывать? Если деваться некуда, то могут. Но все равно родители должны взять ответственность за детей. Они должны следить за воспитанием. Если этого нет, значит извините меня. Ничего хорошего из этого тогда не получится. Родители им все равно, какие дети. Дети вырастут, значит, несерьезными. Будут проблемы у детей с разумом, неразумные. Это безличностное воспитание. Дети такие становятся с холодным сердцем вырастают. Родители не придают как бы значение их общению с ними. То дети с холодным сердцем вырастают. Следует знать, что в разном возрасте дети имеют определенные склонности к определенным действиям. И не нужно это считать типом ребенка. Это нужно считать этапом его развития. Так вы можете заметить, что ребенок в какой-то момент начал сильно интересоваться рисованием. Он хочет рисовать все время. Надо дать им возможность рисовать. Дальше, если он захотел в какой-то момент еще чем-то заниматься, развиваться спортом, заниматься и все прочее. Надо дать им возможность заниматься. Не надо думать, что это тип личности определяется этим занятием. Это просто идет развитие. Это очень важно понять. Тип личности определяется по чертам характера, по поведению человека. Потому что я вам уже сказал. Если ребенок в войнушку хочет играть, не значит, что он руководителем должен стать. Это неправильно. Любой мальчик в детском возрасте хочет играть в войнушку. Такова природа мужская. Любая девочка в молодом возрасте любит играть в куклы. Это не значит, что она всю жизнь дома должна сидеть. Только с куклами, с детьми со своими. Это очень важно понять. Но у женщины ее тип характера стоит на втором месте. На первом месте стоит развитие в ней матери. Способность быть матерью. Если родители придают большое значение, что они девочку воспитывают так, чтобы она была хорошей матерью, она потом найдет себе счастье в семейной жизни и в общественной жизни. Женщина, которая не могла найти себе счастье в семейной жизни, в общественной жизни, и тоже полностью счастливой быть очень будет трудно. Потому что нет глубокого, глубокая карма не отрабатывается в этом. Теперь, что касается воспитания на собственном примере. Есть еще другой тип воспитания, очень важный. Воспитание на ошибках. Это очень хороший опыт. Когда дети имеют возможность ошибаться, надо давать им возможность ошибаться. Допустим, ребенок играется в песочке, там это все должно сейчас обвалиться. Пусть даже на него. Не надо, пускай обвалиться. Вы рядом, допустим, смотрите. Он барахтается, там орет, хороший опыт очень, знает, как не надо делать уже теперь. Человек должен учиться на своем опыте. Это очень и очень сверхважный момент. Как приводится такой пример, что, допустим, вентилятор, если крутится, ребенок хочет палец сунуть. Не надо ему давать, надо из розетки тихонько его выключить и сказать, ну суй. Он сует, бьет ему не сильно, палец не оторвет, уже мощности нет. Нет, просто удар небольшой, испуг, плач, все нормально. Человек запомнил. Тоже хочет там с птичками поиграться. Пускай поиграется, обожгется, все, больше уже не захочет. Понимаете идея, в чем заключается? Так и в жизни человек должен обжигаться. Но есть вещи, которых нельзя допускать. Девочка не должна обжигаться в отношениях с мужчинами. Если девочка растет, ее не надо подпускать к парням. Это обжигание не приведет ее к успеху. От этого она силу счастья теряет в своей жизни. Ее надо стараться уберечь от общения с парнями до тех пор, пока она не выйдет замуж. Это самый лучший вариант. Когда она вышла замуж, самый лучший вариант – это сразу планировать, очень быстрее планировать зачатие. И желательно заставить их, или пускай они живут раздельно, чтобы зачатие произошло в первый момент первого общения их близкого. Это будет самый идеальный вариант. Но в наше время это невозможно. Почему? Потому что дети не слушаются родителей. В медические времена дети все делали, как родители хотят. Скрипели зубами, но делали, потому что по-другому будут считать их как бы несерьезными людьми. Сейчас все наоборот. Если самостоятельность ребенок проявляет, часто общество это поощряет. Особенно их друзья говорят, о, молодец, правильно. Это означает глупость, глупая цивилизация у нас. Нет серьезности. Особенности воспитания мальчиков и девочек. Мальчиков следует наказывать серьезно, вырабатывать в них ответственность. Девочек надо учить словами, общению. Девочка должна научиться слушать, и у ней природная склонность к этому есть. Если девочка слушает, ей надо объяснять. Если она понимает, пускай пытается исправиться. Если она не понимает, ее надо наказывать уже лишением общения. То есть не разговаривать с ней, так ее надо наказывать. Лишение свободы, там в угол ее ставить, это уже самый крайний способ, и он не всегда нужен. Если использовать с девочкой воспитание девочек крайние способы наказания, то ее характер грубеет, становится очень жестоким. С мальчиком надо использовать, сразу надо вести себя очень решительно. С мальчиком не надо играть в эти, в поддавки. Или вообще не обращать внимания на то, что он делает, или сразу его наказывать серьезно. И мужчина должен этим заниматься, женщина не может решительно наказывать. Ребенок реально должен бояться своего отца. Мальчик должен бояться своего отца. Он должен его любить и одновременно бояться. И в семье должно воспитывать, уважение к отцу должно культивироваться. Мать должна оказывать почтение своему мужу. И ребенок, когда это будет видеть, он будет бояться своего отца. И тогда ребенок будет послушным. Разумность дает отец ребенку. Девочка получает послушание через то, как она видит, как мать относится к отцу. Если мать очень смиренно относится к отцу, девочка тоже смиренно вырастает, и у нее будет счастливая семейная жизнь. Если она видит прям противоположный результат, то и вести себя она также будет тоже в семье. Мальчика можно щелкать по заднему месту, наказывать его. Не надо кулаками наказывать детей. Можно ладонью, можно хворостиной, но кулаком нельзя наказывать. Это означает отторжение от себя. Когда кулаком кто-то бьет, это нежелание общения, то есть отторжение. Детей нельзя бить кулаками. Когда по заднему месту отец бьет, он должен успокоиться, сам отец должен успокоиться, по-доброму начать относиться к ребенку, только после этого щелкать его. В этом случае он всю дурь из него выбит. А если он со злостью это делает, щелкает, то он в него дурь забьет. Наоборот, если бы даже не было дури, то дурь забьет. Но звереет, ребенок станет зверским. Если правильно наказывать ребенка, он обмикает и раскаивается. Самый лучший вариант – обмикает и раскаивается. Второй вариант – обмикает, но не раскаивается. Значит, надо углом закончить, в угол поставить. И дойдет постепенно. Если ребенок не обмикает, не раскаивается, а звереет во время наказания, значит, метод наказания выбран неправильно, и последствия будут очень плохие такого наказания. Доверие, ребенок перестанет доверять своим родителям. Такое возможно. Бывает, ребенок пытается пересилить родителей, чтобы стать сильнее и делать по-своему. Таких детей надо обламывать очень сурово. Если ребенок хочет независимости, но он же зависим, правильно? И он хочет по-своему жить со всем, то надо серьезно к этому относиться. Это очень большая опасность. Такой ребенок может вырасти пьяницей, наркоманом, еще кем-то. То есть, ужасные последствия. Потому что этот человек не будет понимать, что такое надо. Он будет всегда понимать только одно, что он хочет. Ему что-то хочется, хоть убей его. Это значит, так надо, он будет думать. Абсолютное отсутствие разумности. Ребенок должен знать, что прежде всего надо стремиться к тому, что надо, а не к тому, что хочется. И, кстати, сказать про взрослых людей то же самое. Человек всегда должен понять, что прежде всего надо научиться делать не то, что хочется, а то, что нужно. А это делать очень трудно, тяжело. Человек должен вымучивать из себя эту возможность, так с таким стать. Когда он достигает этого, он становится очень разумным. В этом смысл жизни человеческой заключается. Разумной жизни. Чтобы сохранить индивидуальность ребенка, для этого надо давать ему полную свободу развития в том направлении, которое ему интересно. Смотрите, если ребенок хочет кушать мороженку, допустим, хочет наслаждаться тем, что ему оказывают почести какие-то, и хочет наслаждаться своими знаниями, допустим, показывать, что он очень умный, следует ли это поощрять? Ни в коем случае. Никогда. Это означает убить его просто, убить в нем разумность в этом человеке. Если человек хочет, ребенок хочет делать то, что полезно, ему нравится что-то делать для людей, но при этом он проявляет какие-то свои недостатки, то поощрять это обязательно нужно. В этом нет проблем. Главное, чтобы на первом месте стояло служение. Понимаете? Допустим, ребенок что-то сделал и загордился этим, начал хвалиться. Ну, в принципе, нельзя его за это ругать. Можно как бы подшутить над ним, но ругать нельзя, потому что это он поступает правильно. Надо поощрять то, что он сам хочет заниматься своим делом. Но нельзя поощрять то, что он хочет делать для себя. Допустим, некоторые думают, что моя природа, допустим, моя природа, чем я должен заниматься? Я должен играть во что-то. Я должен кушать сладкое. Должен сексом заниматься. Это моя природа. Это не природа, это животные инстинкты. Природа человека определяется с помощью того, что он полезного может сделать другим людям. Вот это означает природа. Если он делает что-то, но никакой пользы от него нет, то значит, это не является природой его. Если человек хочет в себе привилегий и думает, что в этом заключается его природа, то это означает, что это полное заблуждение. Это не является его природой. Если человек хочет власти, допустим, но реально этого не заслуживает, это не является признаком его природы. Власти может и глупец хотеть. Нет проблем. Признаком природы являются его положительные черты характера. Так, у тех первой группы детей признаком его природы является, как я говорил, стремление к истине, их честности и правдивости. Второй группой людей является склонность быть милосердным, заботиться о людях. Третья группа людей означает склонность быть щедрым, бескорыстно что-то давать. И четвертая группа людей это склонность что-то делать с любовью, трудиться с любовью. Вот это признаки, основные природы понимания вещей. Следующий принцип. Цветок характера ребенка не раскроется, если семья будет эгоистичной. Характер раскрывается в атмосфере отсутствия эгоизма. Поэтому, особенно когда родился ребенок, родители должны как можно больше отдавать. Они должны жить для других, должны приглашать на обед себе гостей обязательно, чтобы их кормить. Должны кормить нищих, кормить птиц, должны учить ребенка кормить его друзей, чтобы он их угощал постоянно. Они должны стараться как можно меньше корысти в семье, чтобы было. Обязательно надо жертвовать что-то там в храм, если вы верующий человек. Если не верующий, значит еще куда-то там. Это должно быть, хотя бы чуть-чуть, копейку какую-то человек отдаст. Уже очень важно. Почему? Потому что дети от этого вырастают бескорыстными. Понимаете? А если они вырастают бескорыстными, характер в полной степени может раскрыться. Если ребенок эгоистом вырастает, его характер, он не может раскрыться, ему мешает бутон этот эгоизма. Его надо разбить ему сначала в жизни, такому ребенку самому. А опыт у него будет горьким, потому что он будет хотеть все на себя стянуть, а как бы окружающая среда от этого сопротивляется только. И в результате жизни ему малиной не покажется, ему постоянно плохо будет, тяжело. Его никто любить, уважать не будет в жизни. Вроде бы делает как надо, но нет бескорыстия. Результат никто не уважает. Поэтому надо, чтобы бескорыстие развивалось в семье. Это очень важно. Дальше. В семье не должно быть гордости. Отец должен быть старшим, но он не должен этим гордиться и говорить, все на колени передо мной, я старший по ведической культуре, я сказал. Вот это все, это о гордыне, они к чему не приводят хорошему. Хоть ты старше, хоть ты младше, не имеет значения. Уважение, сильное уважение должно быть, обязательно должно быть, как мужа к жене, так жене к мужу, обязательно. И детей тоже надо уважать. Как уважать своих детей? Надо уважать внутри себя. Можно ли перед детьми просить прощения? Можно внутри себя. И вести себя соответственным образом с ребенком, что типа ты его простил. Вслух, если вы просите перед ребенком прощение, означает, что он старше вас. Это значит, что он будет считать себя старше и будет уже права качать дальше. Больше того, он может выдвинуть ультиматум, что я тебя прощу, но только в том случае, это самое ужасное уже. Дальше уже некуда, это уже беспредел полный. То есть не надо провоцировать такие вещи. Также у детей не надо спрашивать, как поступать. Допустим, если вы спрашиваете у детей, как поступать, они в свою пользу всегда это будут говорить, как надо поступать. Это не те, у кого надо спрашивать, как поступать. Таким образом, ложную гордость у детей можно уничтожить при воспитании их. Что они не должны думать, что они такие уж очень... В чем незрелость характера заключается? Незрелые люди, они очень сильно себя ценят. Они очень себя считают очень крутыми в душе. Могут делать смиренный вид, конечно, но внутри себя они... Это выражается, как это можно проверить? Это можно проверить по тому, когда человека хвалят. Есть три категории людей. Первая категория нагло говорит, что да, это так. Неразумные люди. Дальше вторая категория. Улыбаются скромно и говорят, наверное, это не так, но как бы не знаю, сам считай, как считаешь нужно. Разум в какой-то степени существует. Понятие есть, что что-то может быть не да. И третья категория. Они не обращают внимания к похвалу. Просто считают, игнорируют, считают это недостойным внимания. Им это не нужно в жизни. Это разумные люди так поступают. Человек, когда его хвалят, он не может защищаться. И поэтому все всплывает наружу от похвалы. Поэтому, если дети разумные растут, надо хвалить их, но очень осторожно. Если дети растут неразумные, ни в коем случае внешне не нужно их хвалить. Нужно как бы делать, чтобы ребенок понимал, что родители довольны, но хвалить вообще не надо, ни в коем случае. Если дети растут в средней вот этой категории, только по праздникам в самый лучший момент можно что-то сказать такое поощрительное. В целом, когда родители хвалят чрезмерно своих детей, они убивают в них хороший характер. Просто убивают их. Родители должны уважать своих детей изнутри, но ни в коем случае не должны показывать им это внешне. Допустим, ребенок получил пятерку, не надо его хвалить. Это испытание. Можно его похвалить, посмотреть на его реакцию, если он понимает, что похвала это не очень хорошо. Можно его тогда хвалить. Будет воспитывать себе характер хороший. Но если ребенок не понимает, и он как бы поддается на эту провокацию, это убийство, убийство в нем хорошего характера. Те родители, которые льстят своим детям, это убийцы своих детей на самом деле. Они убивают в них все хорошее. Если они постоянно льстят им и льстят, это означает, что ничего хорошего. Ребенок не вырастет хорошим человеком. Дальше образование детей. Если у вас есть возможность отдать ребенка в духовную школу или в нравственную школу, или в школу, в которой культивируется нравственность, то сделайте это. Это будет самым правильным шагом в вашей жизни. Пусть он не будет образованным в плане каких-то наук, но я еще раз повторяю, он, во-первых, раскроет свой характер и поймет, куда ему надо идти, а если он это поймет, у него будет такая решимость двигаться в этом направлении, что он выучится лучше всех остальных. В этом нет никакого сомнения. Поэтому человеку надо дать возможность раскрыть свой характер как можно сильнее. Поэтому в ведической культуре с 5 до 20 лет, до 10 лет, с 5 до 10 лет чисто раскрытием характера занимались. Просто ребенке воспитывался характер. Потом еще 10 лет, помимо воспитания характера, давала специальность еще. То есть до 15 лет ребенок воспитывался чисто, поведение его воспитывалось, а дальше уже специальность, квалификация до 25 лет. Дальше родители не должны быть привязаны к результату воспитания. Если ребенок ошибается, ничего страшного в этом нет. Есть два типа привязанности. Или ты вообще плохой и все. Второй вариант тип привязанности это ты очень хороший. Все. Означает привязанность. И та, и другая уничтожает отношения. Плохо ребенок поступил, нормально. Хорошо ребенок поступил, тоже нормально. Главное правильно строить отношения с ним. Если ребенок ждет похвалы, значит нужно похвалить очень скромно. Если ребенок поступает подло и назло делает родителям, то надо с ним перестать общаться тут же. Просто молчание, обед молчания. Перестать с ним разговаривать, пока он не раскается. Лишить возможности общения сразу же, немедленно. Понимаете, все откладывается в самскары. Как вы ответили на поступок ребенка, так потом он дальше будет действовать неосознанно, будет вести себя точно так же. Понимаете, поэтому надо быть очень осторожным. В таких критических ситуациях надо выбрать правильное поведение. Самое главное воспитание ребенка определяет общение родителей и общение ребенка. Родители должны выбрать себе хорошее общение, дети должны выбрать себе хорошее общение. Иначе никаких шансов воспитания нормальных. Независимость ребенка должна быть в принятии решения. Ребенок принимает какое-то решение в жизни, как ему действовать, чем заниматься. Родители могут его поддержать потом. Независимость выполнения своих обязанностей у ребенка нет. Он обязан выполнять свои обязанности. Если он кушает, значит, он должен как-то участвовать в приготовлении пищи. Если он спит, значит, он должен участвовать в том, чтобы себе постель как-то там стирать или там хотя бы ее просто готовить себе ко сну. То есть, человек должен делать то, что он делает. Часто бывает так, что родители думают. Но ребеночек он учится, поэтому его не надо трогать. Это значит, что он вырастет просто иждивенцем. Он будет думать, что ему все должны за ним бегать и плясать. И это очень ужасно на самом деле. Поэтому дети должны обязательно участвовать в процессе уборки квартиры, приготовления пищи и так далее. Если они этого не хотят делать, значит, это бездарные дети. Они не способны к ничему в жизни будут. Их надо приучить служить близким людям с самого рождения. Ребенок должен, это главное воспитание, он должен учиться служить. Если он не будет слугой, кем он тогда будет? Эгоистом просто вырастет. И какой толк его квалификация? Никакого толка. Независимость в воспитании детей. Независимость должна быть от нецивилизованного общества. Надо понять, в чем заключается нецивилизованность нашего общества. Наше общество считает, что самое главное для ребенка это квалификация, а не характер. В этом надо быть независимым от мнения общества, потому что эта зависимость от его мнения не приведет, не принесет счастье. Наше общество не лицензирует серьезно телевидение, радио, то есть средства массовой информации. Сюда пропускается то, что недостойно внимания человека. Это означает, что родители должны это лицензировать сами. Они должны знать, что ребенок с чем может общаться, с чем не может и ставить ему условия в этом плане. Дальше. Родители должны ограничить общение ребенка. Даже если он сильно хочет общаться с тем, кем не надо общаться, ему надо полностью запретить это общение. В этом заключается обязанность, долг родителей. Пускай будут истерики, плач, слезы, сопли и все остальное. Не имеет значения. Общение это самое главное, что воспитывает человека. И нежелательное общение надо уничтожать. В корне искоренять. Дальше. Следующее. Родители должны внимательно следить за проявлением недостатков детей. И они не должны быть зависимыми от этих недостатков. То есть, если у ребенка, допустим, есть сильный какой-то недостаток, не надо бороться слишком сильно с ним сразу, потому что этот недостаток может придется исправлять долго, но не надо поощрять и говорить, что в принципе, ну что ж теперь с тобой сделать, живи как можешь. Понимаете? Не надо поощрять, борьба должна быть. И еще, если дети, допустим, воровать начинают и ведут себя цинично с родителями и так далее, если у них это является сильным проявлением, это проявляется очень сильно как недостаток, то это надо бить тревогу о том, какова идет жизнь, каковы отношения в семье. Если ребенок слонен пить, курить, заниматься развратом с детских лет, если он слонен воровать и так далее, это значит в семье неправильная атмосфера, культивируется не та атмосфера, которая приведет к счастью эту семью. Надо работать над собой в этом случае, ребенка в этом случае не сильно исправишь. Ему надо пытаться запретить, но не всегда это работает. Здесь надо работать над собой, потому что это сфера сильных привычек, тяжелых, которые сразу не убираются. Это значит, семья находится под влиянием силы невежества. Надо эту силу убрать из семьи, тогда воспитание будет успешным. Еще такой момент, который я в этой лекции не сказал, что до 13 лет, до полового созревания, дети копят как бы банк насилия родителей над ними и банк хороших черт характера, которые они им дали. А после 13 лет дети отдают. Если родители воспитывали до 13 лет правильно, то дети после 13 лет не будут отдавать ничего плохого. У них будут проблемы, но эти проблемы не будут касаться родителей. После 13 лет у всех проблем наступают, потому что начинается отработка кармы у человека. Поэтому естественно, что ему жить становится тяжело. И надо детей к этому, кстати, тоже готовить. Говорит, что после 13 лет жить тяжелее станет намного. Так что имею в виду. Если родители воспитывали неправильно, то дети сначала вернут долг, то есть они будут издеваться над своими родителями, а потом успокоятся и может быть с ними помириться. Поэтому если родители видят, что они воспитывали плохо, и дети начинают звереть, то надо терпеть, значит, это никуда не денешься. Какие вопросы? Мать-одиночка должна найти себе общество людей, с которыми она свяжет свою жизнь. Она должна найти себе веру, какую-нибудь группу людей, единомышленников. И в этой группе, в этой среде должен расти ребенок. Там должны быть старшие, которые будут ребенку указывать, советовать, и он должен чувствовать себя, что как будто перед ними это высшая инстанция. И мать должна угрожать всегда этими людьми, что они с тобой будут разбираться, я не буду. Чтобы они взяли ответственность за ребенка. Если отец воспитывает один детей, то точно так же он должен иметь какое-то общение. И девочку, конечно, лучше всего, если он будет воспитывать с помощью общения с женщинами какими-то знакомыми, которые будут в семье, допустим, учить эту девочку. Она должна видеть, как правильно жить, себя вести. Хотя бы в гости приходите, чтобы она общалась со старшим. Деву, женщины должны взять за нее, объяснять ей, что надо делать. Если мама воспитывает девочку, то она не обязательно ей выходить замуж, при этом она может сама воспитывать девочку, но обязательно девочка должна видеть, как она относится к старшим мамам. Если мальчика воспитывает мама, то ей тяжелее уже будет, надо ей искать наставника для своего сына какого-то. Серьезно. Женщина, которая слушается своего мужа, я говорил вам уже об этом, она из мужа плепит все, что она хочет. Ну, хочешь, чтобы он говорил так, что он палач, он будет говорить, что он палач. Если жена хочет, чтобы он говорил, что он не палач, значит, он будет говорить, что он не палач. Все. Если жена не может изменить в отношениях с мужем. Понимаете, мужчина, он как бы мужчина, свою мужскую природу проявляет чисто такую независимую. Только в общениях там, в обществе, в окружении. Но внутри семьи все зависит от жены. Если женщина способна быть сильной внутренне, муж будет вести себя так, как положено. Как ему положено себя вести, он так и будет себя вести. У женщины есть столько сил направлять на мужа. Она может сплакнуть, может пожаловаться на свою несчастную жизнь, может слабость почувствовать в конце концов, усталость. Еще столько возможностей всяких, и все они безотказно работают, никаких шансов что-то противоставить. Если это мальчик, если девочка, над ней издеваются, родители должны устроить в школе серьезную, так сказать, то есть они имеют право наказывать этих детей вообще, наказывать. Но лучше всего привести родителям, показать им родителям, прийти с этими детьми и сказать, что было так-то, так-то, что будем делать. Родители говорят, мы накажем, если не подействовало, опять то же самое происходит, то тогда не надо даже водить, просто наказывать самим и все. Можно отщелкать там при всех этого ребенка, без проблем. Но сначала родители должны попытаться его наказать. Если мальчика бьют, то два варианта есть. Первый вариант, если мальчик имеет внутреннюю силу, он может сам за себя постоять, лучше дать ему эту возможность сделать. Пускай ему синяк под глазом будет, но зато он будет уже крепким парнем. Если у него такой возможности нет, там коалиция целая, как бы, и над ним издеваются систематически, то есть несколько человек, то надо коалицию эту разбивать. Родители должны серьезно вмешиваться в школьную жизнь детей. Надо прийти там и устроить переворот. Нет проблем. Да? Значит, первое, что следует знать, если у женщины есть ребенок, и она выходит замуж заново, то это значит, что непреодолимая карма, непреодолимо тяжелая карма идет через этого ребенка. Первое, что надо знать, жизнь, как бы отношения этого ребенка с мужем, они не могут быть по определению сильно хорошими. Если они нейтральны, это самый лучший вариант. Чаще всего они бывают негативными. Почему? Потому что ребенок отрабатывает плохую карму его прошлого брака. Он заставляет ее быть несчастной, своей мать, потому что она захотела сама такой судьбы несчастной. Если такое происходит, то надо здесь капитулировать перед ребенком. То есть надо строить отношения такие, какие он диктует. Допустим, если он хочет, чтобы у него с ее мужем были отношения, допустим, нейтральные, чтобы он его не трогал и так далее, значит, надо пойти на это. И постепенно начать дружить потихоньку, дружеские. Вообще, как бы мужчина, когда он входит в семью, то есть это значит войти в семью, то есть он должен построить с детьми дружеские отношения сначала. Если они, когда в нем отца признают, тогда он может себя по-отцовски вести. Другого варианта нет. Если он сам диктатуру наводит, то будет просто ужас. Эти дети озвереют просто. Они будут уничтожать все. Мужчина должен сначала заслужить доверие. И женщина, чтобы он заслужил доверие, должна очень сильно служить ему, подчиняться, учиться ему. Дети тоже будут видеть так, и постепенно их сознание поменяется. Детям нельзя к этим беспредел устраивать. Их надо жалеть, как бы надо с ними относиться очень по-доброму. Потому что они являются по неволе, являются как вершителями судьбы родителей. Они плохо себя ведут по неволе. Потому что родители так поступили. Если полностью няня воспитала ребенка, то значит плоды счастья, которые этот человек... Ну, допустим, родители воспитывают своих детей. Они могут получить за то, что они воспитывают. Могут получить хорошую счастливую жизнь. Могут получить благодарность детей. Могут богатство получить, если они хорошо воспитали ребенка. Все, что... Если няня воспитывает ребенка, все, что родители должны получить, получит няня. Родители получат воспитанного и невоспитанного ребенка. Но знайте, что родители имеют ребенка только до того момента, пока он от них не ушел. Если как бы няни воспитывал, потом ребенок куда-то уходит, это уже не родители. Они родители, но они не могут как бы дальше испытывать сильно большого счастья от отношения с этим ребенком. Потому что поезд-то ушел, у него своя жизнь начинается, понимаете. Поэтому лучше, чтобы родители сами детей воспитывали. Зачем их тогда рожать? Няня может помогать воспитывать ребенка, но воспитывать должны родители. Речь идет о том, что иногда родители не должны советоваться с ребенком, как родителям поступать, как им поступать в любом возрасте. Она может посоветоваться, но это не должно, его мнение не должно быть решающим. Оно как будто бы докладывает. Нет, советоваться в принципе можно. Можно сказать, мы, знаешь, как бы, мы скорее всего пойдем сегодня туда-туда-то. Ребенок скажет, я не хочу. Это его проблема. Родители сами решают все это. Ребенок должен слушаться в этом плане. Потому что он сам себе же на жизни зарабатывает. Как он может диктовать, чем родителям заниматься? Но у нас уже не те дети. И иногда, если дети очень упрямые, можно как бы в тикаря так отступить. Да? С самого начала вы должны понять, вы родители этому ребенку или сожители? Если вы ему говорите что-то, и он слушает и слушается, это значит, что вы родители. Если вы ему говорите все, что вы против его как бы желания говорите, он говорит нет. Это значит, что вы просто сожители. Если вы сожители, а не родители, то что вы сделаете? У вас нет вариантов, он все равно останется в дворе. Поэтому как бы здесь тоже надо понять, если вы упустили ребенка, вы не можете его воспитывать, он живет как хочет, он не слушается. Это значит, что сейчас придется вести себя так, как придется себя вести. Ну куда деваться, если он уже употребляет наркотики, не хочет бросать, ну убить его что ли? Надо просто терпеть. Деваться некуда. Но если это взрослый ребенок, очень взрослый, то надо его отправить в мир, где люди живут. Он не должен сидеть на родительской шее, это очень плохо. Имеется в виду мальчик в основном. Нужно понять реальную ситуацию, диагностировать реальную ситуацию в своей семье. И плохая семейная карма не отрабатывается за один день, иногда даже не отрабатывается за один год. Поэтому надо просто за цель себе поставить, мой ребенок должен нас начать слушаться и начать работать над своим характером. Пройдет год, пройдет два, и все может сильно поменяться. Надо работать над собой. То есть ситуация такая, но не надо, чтобы руки падали там, чтобы вы думали, ну все, теперь жизнь потеряна, ребенок не воспитанный. Так нельзя думать. Надо бороться. Родителям придется терпеть страдания своих детей, это факт. Ну болезнью заболел ребенок, ну не может родителей вылечить, придется терпеть. Так и здесь тоже, надо объяснять, как себя вести, лучше стараться не общаться с ней. То есть надо объяснять. Но если она не может не общаться, придется терпеть. Если увидите, что это поможет, запретите. Если запретите, и она послушает вас, конечно, самый лучший вариант. Но если она не может перестать общаться, ну что вы сделаете с ней? Будете страдать, и она будет страдать. Такое бывает. Поощрять деньгами, это ужасно. Это не то, что правильно, это вы убьете просто личность. Таким образом. Детей нужно поощрять только уважением к ребенку. Вы, если уважительно к нему относитесь или пренебрежительно относитесь. Внутри вы всегда его уважаете, но можете внешне пренебрежительно и уважительно относиться. Это означает самое большое, что ребенок может заслужить от своих родителей. По-настоящему разумные дети, если они видят, что отец, допустим, меня начал уважать, ценить, как бы он ко мне относится уже так поспокойнее, так вот очень доброжелательно. Это большая награда. Дети ждут этого всю жизнь, чтобы родители свою суровость немножко сняли, как бы начали относиться по-другому чуть-чуть. Не надо поощрять ни деньгами, ни какими покупками детей. Надо покупать втихаря просто и говорить, вот тебе что-то купили, все. Если начинать поощрять подарки давать детям, все, дети вырастают ненормальными. Это очень неправильный стиль воспитания. Родителям вроде хорошо, ребенок нравится, радуется. После этой радости будут большие проблемы. Лучше всего купить и просто неожиданно дать, нежели обещать целый день, целый месяц, говорит, мы тебе купим это, веди себя хорошо. И он думает, ага, значит, надо себя хорошо вести для этого, для того, чтобы что-то купили. Потом купили, все, он хорошо себя вести дальше не будет, потому что цель-то кончилась. Цели нет. Надо цели ставить более высокие. Уважение родителей – это самая высокая цель для ребенка. И он должен ее добиваться. Не надо быть дешевыми. Нельзя коммерческие отношения с детьми устанавливать. Это очень опасно. Поймите такую вещь, что ребенок, если он хочет заработать, это хорошо, но он должен отдавать деньги в семью, пока он ребенок. Когда он уйдет, пускай делает все, что угодно. Пока он в семье, пускай питается. Если он свои деньги хочет иметь и скрытно с деньгами обращается, это самое ужасное. Если он хочет иметь деньги и хочет пользоваться ими скрытно, разум его будет по нулям, этого человека. Потому что это означает, что он не понимает идею, в чем заключается воспитание. Речь идет о том, что человек скрывает, что у него есть деньги. Или зарабатывает тайком от родителей. Или приобретает как-то по-другому деньги тайком. Это значит, что он бездарь просто, несчастный человек. Когда ребенок еще учится, человек учится даже, в любом случае учится, когда человек не должен быть лишних денег. Деньги портит человеку сознание. Он не может нормально учиться. Поэтому студент должен быть галлонным. Студент переводится, срочно требуется уйма денег, есть нечего, точка. По крайней мере, не может быть не галлонным, но он не должен шиковать. Это неправильное отношение. Студент должен чувствовать нужду всегда. Это значит, что потребность у него будет учиться. Должны даже обязательно. Старший брат, это как отец, второй отец. Старшая сестра, как мать. Они должны участвовать в воспитании. Должны. Их должны уважать младшие дети. В этом принцип заключается. В вечернее время оно определенным образом влияет на сознание. И человек не может контролировать себя в 14 лет. Поэтому, если к ней спортсмены другого вида спорта пристанут, она не сможет им отказать. Такова природа женщины. Можно ее контролировать, допустим, встречать ее там, провожать. Я не знаю, если не можете запретить. Я не знаю, как вы можете запретить. Какие отношения у вас? Смотрите сами. Кто может вам сказать, можете вы запретить или нет? Только Бог. Последний вопрос. Если люди взрослые или невзрослые, отец всегда остается отцом. 75 лет отцу, 50 сыну, отец может побить своего сына в 75 лет. Но он имеет право, но он не обязательно должен это делать. Особенно при его подчиненных. Это возможно такое. Это указывает на то, что действительно отец всегда остается отцом. Даже если он уже как бы маразм у него. Я вот в Индии это очень заметно. Вот допустим, там люди имеют очень глубокие родственные отношения. И семьи живут большими тесными коллективами. Это означает, что семейная карма не такая тяжелая, как у нас. У нас она просто зверская по сравнению с ними. И там родители очень сильно уважаемы. Вот допустим, человеку 55-60 лет, допустим, у него есть внуки там. Он становится главой семьи всей вот этой большой. Его никто не может ослушаться. Он сказал так, все, хоть убейся, надо так делать. Их очень сильно уважают таких родителей. Мать тоже, мать есть мать, то есть мать семьи, то есть бабушка, допустим. Все очень сильно уважают. В результате атмосфера очень сильно воспитывает характер у людей. Вот не есть какой-то недостаток характера. Он выражается в том, что надо увильнуть. Это всегда выражается в том, что надо увильнуть от правильного поведения. Но атмосфера сильна, когда человеку некуда вилять. И в результате он становится хорошим человеком постепенно. Все, все сели прямо. Давайте учиться, желать всем счастья, чтобы силы были воспитывать детей. Пожелание всем счастья дает позитивный настрой. А именно его не хватает в том, чтобы дать людям знания окружающим. Пусть даже детям, не детям. Позитивный настрой – это главное в воспитании. Поэтому нужно желать всем счастья учиться, чтобы позитивизма было больше в нашем сознании. Когда карма тяжелая наступает, человек оттает позитивизм. Он становится негативно настроенным. Но он в это время должен еще больше стараться желать всем счастья. Молиться Богу, желать всем счастья, чтобы сила появилась. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.